28 февраля и 1 марта Азербайджан несколько раз обстрелял проводивших сельхозработы сельчан Мартунинского района. В результате обстрела работы были прекращены. В Артунинском районном отделе полиции подготовлены материалы и представлены российскому миротворческому контингенту. Вопросы, касающиеся политического статуса республики Арцах, участниками встречи в Ходжалу не обсуждались. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Арцаха относительно встречи представителей Арцаха и Азербайджана. Комментарии азербайджанской стороны по итогам встречи не соответствуют действительности. Республика Арцах остается приверженной выбору ее народа, ставшего на путь самоопределения и независимости, закрепленном на референдуме в 1991 году. Подобного рода обсуждения с целью решения безотлагательных вопросов, в частности разблокирования Арцаха, не могут заменить собой полноценные мирные переговоры, необходимые для достижения всеобъемлющего урегулирования Азербайджана-Карабахского конфликта, отметили в МИД. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой 2-3 марта с рабочим визитом будет находиться в Германии. Там он встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франком Вальтером Штайнмайером. Премьер-министр и канцлер ФРГ выступят для СМИ с заявлениями. Намечен также ряд других встреч. Министр обороны Армении Сурем Папикям посетил юго-восточную границу республики и побывал на боевых позициях. Командующий войсковым соединением доложил министру обороны о широкомасштабных инженерных и укрепительных работах, осуществленных вдоль границы. Министр обороны посетил новое место постоянной дислокации одного из подразделений воинской части, обошел стройплощадку и проследил за строительными работами. По делу супермаркета в Нордзок арестованы четверо обвиняемых. Владелец, директор компании, главный бухгалтер, а также владелец другого ООО, оказавшего технологическое и программное содействие применению преступного механизма. Как сообщает следком Армении, в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Правительство Армении выделило миллиард сто миллионов драмов на разработку проекта новой станции метро в Ереване. Постановление об этом было принято на заседании в четверг. По предварительным расчетам, строительство станции Очапняк продлится 48 месяцев. Общая длина составит порядка полутора километров. Станция будет размещена на перекрестке улиц Алабяна и Абеляна, сказал вице-мэр Тигран Авинян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает использовать любой повод для распространения антифранцузских настроений и заявлений. Очередной такой повод представился на проходящем в Баку-саммите контактной группы движения «Нипре-эксоединение» по борьбе с COVID-19. Территории, управляемые Францией за пределами Европы, являются отвратительными остатками французской колониальной империи. «Мы призываем Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления и акты геноцида против стран-членов ДН в Африке, Юго-Восточной Азии и других местах», – заявил Алиев. Канцлер ФРГ Олафшотт решительно отверг требования о переговорах с президентом России Владимиром Путиным об установлении мира в Украине. Об этом сообщает русская служба Deutsche Welle. «Мир не может быть заключен за спиной Украины. Стремление к миру не означает порабощение более крупным соседам. Если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины», – подчеркнул Шольц. Украинская система ПВО стала более эффективной. Силы ПВО сбывают большинство ракет, выпущенных российскими войсками. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев. «В настоящее время процент сбития ракет очень изменился и составляет 80%,» – заявил он. Глава МИД Индии Субрамани Амджай Шанкар, открывая в четверг совещание министров иностранных дел группы 20-ти, заявил о резких расхождениях мнений в объединении по кризисным вопросам и призвал, несмотря на это, найти точки соприкосновения, – пишет ТАСС. По его словам, это касается таких вопросов, как пандемия COVID-19, опасения по поводу хрупкости цепочек поставок, последствия продолжающихся конфликтов, долговой кризис и изменения климата. «Россия и Китай имеют далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия», – заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на первой личной встрече с главевой МИД КНР Цинганом. «У нас далеко идущие планы развития двустороннего взаимодействия и, конечно, насыщенная внешнеполитическая повестка, учитывая роль России и Китая в качестве стабилизирующего фактора системы международных отношений», – добавил глава МИД РФ.